Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Здравствуйте! Алекс, что происходит на рынке вторичного жилья? И как повлияла пандемия в целом? То, что происходит на рынке вторичного жилья, вызвало удивление всех, даже экспертов, потому что все ожидали, что будет какое-то падение или хотя бы остановка рынка недвижимости. Но то, что сейчас произошло, произошло все ожидания, потому что multiple offers, которые сейчас происходят, даже больше, чем были в марте, когда начался, помните, этот подъем, о котором я говорил. И если мы посмотрим даже статистику, вот за июнь месяц в GTA в среднем детальщики дома поднялись на 14%. В Берри примерно то же самое. Но другое интересное, интересное количество продаж. И если количество продаж в GTA поднялось где-то на 5%, то в Берри на 42%. То есть идет просто колоссальный рост и не только рост цен, а вот именно количество транзакций. Почему это происходит? Есть несколько факторов. Во-первых, нехватка домов на продажу. То есть очень много людей не вышли на продажу по причине, что не хотят никто двигаться, никто переезжать. Некоторые даже не знают, что будет завтра. И все ожидают. С другой стороны, инвесторы понимают, что сейчас это возможность заработать деньги. Почему? Потому что рент, ну я имею в виду именно про периферию, потому что если взять рент в Торонто, то немножко упал. А вот рент на периферии вырос колоссально. И если сегодня мы сдаем дуплекс, верхний этаж, вот представьте, верхний этаж, это 3 бедрума, мы сдаем в районе 1900 долларов, когда раньше мы таунхауза же по такой цене не могли сдать. А это только верхний этаж дуплекса. А бейсмент это около полутора тысяч бейсмент, который по размеру может 800 скверфит. Вот такие вот там цены на рент. И когда мы выставили один из домов, то получилось 80 аппликаций пришло просто на рент. И вот это все вместе повлияет на вот этот ненормальный рост. Вторая вещь это моргиджи, которые очень низкие. Третья это то, что инвесторы хотят hard assets сегодня, потому что не знают, что будет с инфляцией, непонятно, что будет с деньгами. Печатается колоссальное количество денег. Сегодня долг Канады составил 343 миллиарда. В 10 раз больше, чем было планировано. 343 миллиарда это самый крупный дефицит бюджета во второй мировой войне. То есть можете представить, что эти цифры говорят. И экономисты говорят, чтобы вернуть экономику на тот уровень, который был до эпидемии, нужно 10 лет. 10 лет, чтобы нам вернуться к тому уровню, что у нас было перед началом эпидемии. И люди понимают, что нужно куда-то вложить деньги. Биржа сегодня вроде бы нормально ведет себя, но никто не знает, что она будет завтра. Основное количество инвесторов с биржи вывело деньги. А куда-то надо везти? Куда? Это золото, это земля, это недвижимость. Это то, что всегда приносит в итоге в будущем деньги. А сегодня из-за того, что рен стал высокий, моргидж стал низкий, кэшлоу можно получить практически на каждой сделке. Ну, если, конечно, правильно покупать. Естественно, не дома за миллион или за два. Поэтому это все вывело к этому бурному росту цен. И я думаю, это только начало, что происходит. Максим, вы предсказывали, что рост в Торонто на рынке новостроек будет колоссальным. Так оно и есть. Все новые проекты расходятся в считанные дни. Купить что-то очень сложно. Почему это происходит и что делать? Картина, которая сейчас происходит, была абсолютно очевидна. Я об этом говорил, начиная с марта, когда все это началось. Скажу вам следующую статью. Ну, смотрите, в марте, апреле и мае у нас не было ни одного проекта. Все проекты были остановлены. И вот 20 наших контрактов с девелоперами, они были приостановлены. Июнь проекты начали выходить как грибы. То есть их гораздо меньше. То есть на данный момент мы провели 5 проектов. Сейчас еще на подходе 3. Но то, что происходило с этими проектами, это действительно просто даже мои ожидания. Хотя я понимал, что так будет. Но даже мои ожидания превзошло. Значит, июньские проекты. Это Торнхилл, Тейлор, 28 Истерн, Вестпорт. И вот сейчас только что прошел 199 Чорч. Все скуплено на корню. Буквально 2-3 дня билдинг продан. 2-3 дня билдинг продан. Наверное, первый раз, начиная с 2018 года, когда у нас возникла ситуация, что у нас есть клиенты, которые не получили квартиры. То есть даже нам обычно девелопер дает все, что мы хотим. Но даже в этой ситуации просто мы не могли обеспечить весь спрос. Причины. Ну, про причины я уже рассказывал в предыдущих передачах. Несколько статей написано по этому поводу. Можно зайти на сайт нашей newgta.com в раздел Russian Blog. Там есть последние статьи, там видеорепортажи, где я подробно рассказываю свое видение, почему это произошло, ну, видите, оказался абсолютно прав. Значит, просто повторюсь, несколько ключевых моментов, почему это происходит. Значит, первое, это резкое увеличение себестоимости строительства. Девелоперы, вот все, кто вышли сейчас в июне и в июле в продаже, это только те девелоперы, которые имеют свою строительную компанию. То есть они оон строительную компанию. В действительности, если взять по Торонто, то 80% девелопера, они не владеют строительной компанией. Это те девелоперы, которые нанимают строительную компанию. Все эти девелоперы out of business. То есть они перенесли проекты на следующую весну в лучшем случае. Потому что они не могут сейчас продать, потом заключать строительный контракт, а заключать они его не могут, пока 75% квартир не продано, потому что нет финансирования. То есть что получится, они продали, а завтра построить будет дороже, чем они продали. Соответственно, привело это к резкому падению новостроек. И, соответственно, через 4 года, вот как в 2011-м была вот эта яма, мы увидим очень маленькое количество окончаний проектов. Дальше, дополнительные задержки во времени из-за коронавируса. То есть те проекты, которые должны были сдаться, они все где-то на полгода, добавок к тому, что обычно девелоперы опаздывают, они все опаздывают. То есть еще задержки того маленькое окончание. Инфляция, как Алекс сказал, уже раскручивается очень сильно. Плюс, наверное, такое количество иностранных инвесторов. То есть такое большое количество денег идет из-за границы, сейчас пошло, что их 15% не останавливает. Плюс, многие делают это через компанию, то есть там, в принципе, есть лазейки. Ну и, наконец, очень большое количество инвесторов, это уже более крупных, да, то есть практически были капиталы удвоены за эти 3 месяца. Потому что если ты все грамотно сделал, я, кстати, то же самое, как только начался коронавирус, я все свободные активы перевел в стак-маркет. Там были инструменты, которых можно было больше, чем дабл, заработать за 3 месяца. Это сделали в основном все крупные инвесторы. То есть, соответственно, сейчас подошел момент, когда стак-маркет стал довольно-таки волонтилен, и таких прибыли уже нет. То есть есть еще инструменты, которые гораздо ниже маркета, там нефтяные стаки, скажем, они еще процентов на 25-30, чем они были, то есть на них еще есть гэп. Но это уже риски, а вот той горки, которая произошла, ее уже нет. Соответственно, после резкого сначала падения подъема начинается очень волонтильный рынок, и, мало того, он опасный. То есть могут быть падения. Соответственно, те инвесторы, которые заработали на этом, они вытащили все активы. И что они ищут? Вкладываются. Хард ассетс. То, что сказал Алекс, они начинают вкладывать в недвижимость. То есть спрос растет, предложение падает. Если количество предложений низкое, а спрос большой, то это по-любому приводит к росту цен. Кстати, по поводу именно этого роста, я когда-то изучал технический анализ, это известная формула. Если какой-нибудь финансовый инструмент, как, допустим, стоки или Митчелфанзы падают, самые свои громадные отметки очень-очень резко вниз, как минимум до середины не вернутся. Итог-то всего этого какой? То, что богатые стали еще богаче. Если посмотреть на списки Forbes первые там двадцатки, то все капиталы приумножены. А вот у бедных другая ситуация. Они от этого всего стали еще беднее. То есть то, что я сейчас вижу на рынке, скажем, недвижимости Торонто, что идет дикий передел владения собственностью. Все большее количество богатых становится владельцами недвижимости, а бедные уже практически не имеют возможности купить и остается им только рен. Для инвесторов то, что происходит сейчас, это плюс, это золотые времена, но в принципе так не должно быть. Алекс, а какие стратегии вы предлагаете сейчас инвесторам в этой ситуации? Ну, мы с ним правильно сказали. Я, кстати, каждый семинар, о чем бы семинар ни не проходил, всегда говорю, почему богатые люди становятся все богаче, а бедные становятся все беднее. Я вам скажу, большой кусок времени у нас сейчас уйдет на восстановление экономики, по борьбе с вирусами и прочими делами. Многие люди не смогут этот гэп перепрыгнуть никогда. И поэтому, я вам скажу, самые богатые люди и бизнесмены зарабатывают деньги на кризисах. Многие говорят, кризис – это проблема, а бизнесмены говорят, это оппортуница. Абсолютно. Согласен, кризис – это самое выгодное время. И сейчас это можно сделать. Почему такое происходит на рынке недвижимости? У меня звонки просто нон-стоп постоянно звонят, люди спрашивают, что можно сделать. И для этого мы построили специальные стратегии. Мы построили специальные стратегии. У нас, кстати, будет семинар на эту тему, который я специально построил, семинар «Как заработать на недвижимости, стать финансовой независимой недвижимости» для 20-летних, 30-летних, 40-летних и 50-летних плюс. Потому что у каждого должна быть своя стратегия. У каждого нужно обратить внимание на определенные вещи. И сегодня, когда мы говорим именно о покупке домов, которые я всегда говорил, что надо покупать, это дома в категории «first-там-хом-байр-дом». То есть эти дома лучше всего растут в цене, меньше всего падают в цене, лучше всего сдаются, они самые ликвидные. Кто она самая богатая компания? Не Шанель, Волмарт, правильно? Потому что она продает именно то, что нужно людям повседневно. И то же самое с домами. И вот именно вот эти дома, отдельно стоящие, не обязательно даже отдельно стоящие, пускай они семи детальчиков или там хаузы, но в принципе дома, которые можно сделать дополнительный юст, например, сделать отдельный вход в бейсмент. И сейчас уже известно, что будут давать возможность построить, уже дают часто дом на Бекьярде, как третий дом, в зависимости от разных. Уже в многих местах можно, но скоро это пойдет на поток, как пошел на поток когда-то в дуплексах. И это будет уже скоро, скорее всего, в следующем году. Другого выхода нет. Нету жилья на рент. Почему стоит очередь за рентом? Потому что его нету просто. И это происходит. И теперь из-за того, что низкий моргидж и высокий рент, а еще если делать все правильно, как для дуплексов, то кэшфлоу достигает тысячи долларов. И есть стратегии, когда можно положить ноль и зарабатывать несколько тысяч. Не вкладывая ничего. Зарабатывая несколько тысяч. То есть человек может стать финансово независимым завтра. Если построить правильную стратегию. Именно на эту тему у нас будет семинар. А когда будет семинар? Семинар 31 июля в 7 часов вечера. Это будет вебинар. Мы все уже перешли онлайн. Кстати, это главная причина, почему периферия сейчас растет. Так как многие люди сказали, а какая мне разница? Действительно, многие люди говорят, а какая мне разница? Я онлайн работаю. А там я могу купить дом. Поэтому это происходит. С одной стороны, это работает сейчас, но мне кажется, что многие люди на этом обожгутся. Потому что, скорее всего, основное количество людей все-таки вернется к нормальной. Нет, я разговариваю с компаниями Хайтык и прочими. Положены такие деньги на инфраструктуру для создания онлайн, что компания никогда не вернутся. Вы знаете, кто сейчас лучше всего будет работать? WeWorks. Это вот эти вот, которые будут давать по часам и share. Знаешь, сейчас было ряд интервью с крупными компаниями, с Google, с Microsoft. Так вот, они говорят нет. То есть, по их статистике, они смогут, может быть, оставить на удаленке порядка 3% рабочих. Microsoft уже заявил, 800 сторов закрыто. Все. Больше сторов Microsoft не будет. 800 сторов было закрыто Microsoft официально. Все онлайн. Все уйдет онлайн. Хотим мы этого или не хотим, ритейл практически умер. То есть, останется очень-очень много ритейла. Мы говорим про продажи, правильно? Ну, а ритейл в даунтауне, что это не ритейл? Сколько людей? Там что, все программисты работали? Это тоже люди, которые там жили и работали в разных местах? Большое количество людей останутся без работы в даунтауне. Громадное количество. И вот это вот, именно с движения на периферию, именно этим обусловлено. Кстати, даже когда начались стейджи открытия, открылась вначале периферия, а потом торон. Потому что все-таки сейчас люди не изменили немножко свой подход к месту жительства из-за вот этих последних. Посмотрим, как все будет развиваться. Но я с тобой абсолютно не согласен. Потому что я считаю, что именно центр, он всегда останется центром. И самая дорожающая недвижимость, это именно даунтаун, прилегающие районы. Это та недвижимость, которая всегда в цене. Периферия, она сегодня поднимается, завтра падает. А вот такие места, где эксклюзивная недвижимость, она всегда... Но в последние 10 лет как раз говорят о другом. Потому что я лично как бы инвестировал в Берри, уже 10 лет инвестирую. И цены более чем удвоились. Да, Антония, ты больше удвоилась, чем на 10 лет Берри? На что? На квартиры. На квартиры? Я не думаю, что в процентах что-нибудь было больше. Практически за 5 лет удвоение цены произошло. Ну, то же самое Берри, не с самого начала. За последние 5 лет. То есть дома, которые я покупал в 2016 году, ну, если не удвоились, то процентов на 60-70 поднялись. Это за 4 года. Вернемся к этому вопросу через 5 лет. И посмотрим. Посмотрим, да. Кто прав, кто прав. В любом случае вам скажу. Чем ничего не делать, надо где-то покупать. Это не важно. Доунтаун, периферия, надо что-то делать. Проблема у людей... Тут я соглашусь. Да. Проблема у людей не в том, где, как и правильно купить. Проблема у людей вообще принять диссижн, выйти из комфортной зоны. Потому что намного проще сидеть в телевизор, получать CRB сейчас, или потом пойти там работать и ждать, что все их минует. Намного проще пойти и взять свой родный риск. Окупание недвижимости — это риск. И что-то сделать другое. Но странно, если человек думает, что он будет из года в год делать одно и то же, ожидать different results. Он не будет different. Потому что все в голове. Если человек что-то не изменит у себя, результата другого не будет. Вот и все. Максим, вы описали очень неблагоприятную картину для тех, кто не успел купить жилье. И кто имеет низкий доход и не имеет, так сказать, капитала на данный момент. Неужели все, поезд ушел и нет вариантов? Невозможно стать собственником. Я понял, понял вопрос. В какой-то мере да. В какой-то мере да. И, конечно, то, что мы делали, эти наши стратегии покупки на Preconstruction, когда человек мог войти на рынок, имея на кармане буквально 30-40 тысяч долларов, этого мы уже никогда не увидим. Но, тем не менее, да, планка возросла, но, тем не менее, до сих пор остаются варианты. Ну, то есть через Preconstruction, в принципе, если человек может аккумулировать сумму 80-100 тысяч долларов, которую не надо сразу вносить, которая вносится в течение двух лет равными платежами, 4-5, то, в принципе, шанс еще есть. То есть человек может войти на рынок. Дело в том, что когда конда построена, она строит уже совсем другие деньги. Если использовать вот наши стратегии в тех районах, где все развивается, соответственно, если он сегодня с этими деньгами, он не квалифаен на моргидж никакими путями, то когда оно выросло, цена другая, лон-ту-валью изменилась, то есть весь прирост вот этого подорожания добавился как бы к твоему даун-пейменту, и у человека есть возможность абсолютно спокойно получить моргидж. То есть еще варианты есть, но они, конечно, уходят, уходят и уходят. То есть планка начального входа на рынок, понимаете, проблема людей, которые покупают впервые, у которых нет недвижимости, это их первоначальный капитал. В основном они могут платить месячный платеж по кредиту, потому что они все-таки работают, зарабатывают деньги. Если это семья, то есть family income позволяет. Но проблема со скоплением первоначального взноса и проблема с квалификацией. С квалификацией проблема решается через reconstruction очень легко. А вот с первоначальным взносом тут им, естественно, никто не поможет, потому что в этот момент, ну, есть возможность кредитоваться просто unsecure кредит линии и так далее. То есть есть возможность, мы работаем, просто поднялась планка. То есть если сейчас звонит человек и говорит, у меня есть там 40 тысяч долларов, я хочу войти в этот бизнес, я говорю, ну, сори. Пускай мне позвонить. Думайте мне взять еще хотя бы 40, потому что это, да. То есть сейчас, скажем, минимальная планка это, что человек должен теоретически иметь возможность заплатить в течение двух лет порядка 80-100 тысяч долларов. Мы уже коснулись тему моргиджей. Что сейчас происходит с моргиджем, насколько сложно его получить и какие процентные ставки? Алекс. И моргиджи-агенты все как один говорят, что, в принципе, те, кто были квалифицированы, они сейчас квалифицированы. Ничего сильно не изменилось. То есть понятно, что банк, может быть, смотрит более предвзято. Кстати, по поводу deferral mortgages, про который мы всегда говорили, и я... Помните передачу марта месяца, когда я об этом говорил? Ты со мной спорил, кстати. Да. По поводу... Когда я говорил, будьте очень аккуратны с deferral, с получением вот этих... Сейчас все банки поголовно очень... Некоторые мы закрываем, но... Они уж не так, не совсем так. Я, например, я лично не взял deferral, хотя мне очень-очень хотелось это сделать. И многим это хотелось, потому что, ну как, нам говорят, отложить в сторону. Любой инвестор хочет всегда отложить в сторону. Но я подумал, а что, если все-таки не так все будет? Я тоже людям говорил, если есть возможность платить, платите. И что происходит? Они не говорят, что из-за deferral mortgages тебе не дадут теперь моргидж. Но это записано в твоем кредитном бюро. И для чего это записано? Это уже другой вопрос. То есть, скорее всего, они... Все видят, что заемщик не столь стабилен. И тогда они просто будут более тщательно его проверять, в чем была вообще причина, почему он это сделал. В действительности, что получилось-то? Вот это то, что давали, это deferral mortgages, да, это дико невыгодно заемщику в плане процентов, которые... Потому что там пересчет идет, да, то есть тебе становится все дороже. Но это возможность прожить там три месяца без моргиджных платежей. Соответственно, как банк воспринимает? Ага, если человек берет невыгодную для себя опцию, только чтобы не платить сейчас, соответственно, он ненадежный заемщик. То есть это у них теперь... Это у них отложилось. Но я вам скажу, из-за ситуации, что сейчас произошло, что моргидж упал, кредитная ставка упала, все это упало, то многие люди, которые раньше приходили и не были квалифицированы, наоборот, сегодня могут быть квалифицированы, потому что моргидж-то упал, правильно? Все это ставка упала. Поэтому я всегда советую, пойдите к моргидж-специалистам. Если кто-то вам даже отказал, это не значит, что вы не можете. Я встречал много разных вариантов. Один моргидж-агент не мог, а другой мог. Почему? Потому что это как и любой специалист. Есть получше, есть похуже. Есть одни, которые лучше работают с банками, есть, которые хуже работают с банками. Поэтому обязательно идите к проверенным специалистам по моргиджам. Не к своим друзьям и знакомым, или там, не знаю, там бабушка сказала, там, хорошая у нее там знакомая делала моргидж. Идите к тем, кто делает обороты, кто делает много моргиджей, потому что с ними банк по-сругому говорит. У них уже есть свой коэффициент неплодиспособных моргиджей, у них есть свой коэффициент риска у банка. И поэтому от этого зависит очень успех вообще вашей инвестиции, если вы выберете правильную команду, не только моргидж-агента. И адвокаты. Знаете, с адвокатом тоже были у меня вещи, что когда все хорошо, всегда все хорошо. Как что-то не так, адвокат говорит, а я не знаю. И начинается, работайте со специалистами. Что касается моргидж-агентов и финансирования, если правильно подойти к вопросу и поставить правильную стратегию, финансирование никогда не должно быть вопросом. Никогда. Деньги всегда можно найти. Тяжелее найти желание взять эти деньги. Это намного тяжелее. А как вот именно имплементировать, всегда будет результат. И даже то, что сказал Максим, что надо обязательно 100 тысяч, в каком-то месте надо 100 тысяч, а где-то можно и 25 тысяч хватит. Есть варианты, есть где-то и ноль можно сделать, в зависимости от того, если у тебя есть первая недвижимость, например, рефинансировав и достав оттуда с кредитной линии. Мы говорили про людей, которые покупают первый раз. Первый раз человек покупает 5% даун. 5% даун на периферии в Берри за 500 тысяч, это 25 тысяч. И можно его купить, заселиться наверху и сдать бейсмент. Только не забудьте один единственный момент, что квалификация на моргидж, если человек 5% он покупает за 500 тысяч, то ему должен быть family income больше 100. Я говорю, что у каждого есть своя ситуация. Где-то именно это, где-то у кого-то денег хватает, у кого-то income не хватает. Joint Venture делается в конце концов. Я сейчас закрыл несколько сделок Joint Venture. У кого-то нет возможности взять моргидж, а у кого-то есть деньги. Почему их не соединить вместе и не сделать это вместе? Прошледний семинар у меня был именно на эту тему. И только сейчас закрыл такую сделку. Joint Venture используется. Есть способы войти в недвижимость, их много. Проблема только одна. Make a decision. Вот и все. Максим, расскажите, пожалуйста, какие проекты ожидаются в ближайшее время, где вы будете представлять вип-продажи? Ну, буквально в ближайшие дни у нас начинаются продажи сразу в нескольких проектах. Значит, это Artform Condo. Это граница Итобика и Миссисага. Очень интересный проект с дешевыми ценами. Хороший транспортейшн. То есть это, наверное, такой проект, в который еще как раз можно зайти с небольшими деньгами. Я думаю, что там будут квартиры где-то в районе, еще нет окончательных цен, но меньше 500 тысяч даже будет. Вот. Второй проект более дорогой. Излюбленное место для русскоязычных. И долго этот проект ждали. Вот он выходит в ближайшие дни тоже. Это 181 East называется. Это прямо на Шепарде между Янгом и Бэйвью. Рядом метро. Все великолепно. Значит, третий проект, который мы уже начали сейчас продавать, это офисы в даунтауне, в суперместе. Как раз вот тот сегмент, который я считаю, что будет очень застребован в ближайшие годы. То есть это небольшие офисы. Там можно купить офисы, ну, можно и большой купить, но от 600 square feet. Это шеллы, то есть он без отделки. Цена по даунтаунскому просто копеечная относительно жилья, которое там продается. И сделаны этажи, это там всего 4 этажа, там небольшое количество их будет, посредине кафе, ресепшн-эре. То есть это вот именно как workplace такие абсолютно будет востребовано именно компаниями, которые переходят, скажем, от крупных офисов. Вот кого-то перевели на дистанционку и им надо все равно иметь офис какой-то, но уже нет надобности иметь целый этаж. Я делал анализ. Вот сейчас такие офисы сдаются где-то 45 долларов за square feet в год. Плюс это же commercial, то есть там тенант платит. Maintenance, таксы, все. То есть у инвестора чистая прибыль. Очень интересный проект. И еще один проект. Мы его уже периодически, каждый степ, каждое лето продаем. Это Москока Бэй Резорт, новая вышла фаза, да, очень интересная там тоже. Но это проект, вот как Алекс любит, кэшфлоу, да. Там не дорожают цены, так как в даунтауне, да, то есть там в среднем, ну, наверное, там можно ориентироваться на 5% в год дорожания. Вот я давайте пример приведу. Скажем, блок таунхауса, это two-bedroom-таунхаус, причем лакшери с высокими потолками, с камином. Там их можно купить за 450 тысяч долларов. То есть после закрытия у тебя 350 моргидж. 350 моргидж, это порядка 1400 долларов платеж, плюс maintenance tax, это, кстати, freehold. Там все равно есть 200 долларов в месяц за озеленение, хотя это не конда, это freehold. Вот, так получается, что у тебя где-то, ну, 2000 расходов в месяц. Вот Москока Bay Resort это самый лакшери-резорт на всей Москоке. То есть это и теннисные корты, и бассейны, поле, гольф-поле, которое в десятку лучших в Северной Америке входит. Вода, яхты, все. И при этом, при всем, вот, аренда только пяти месяцев, то есть у них активно гольф-поле открывается 15 октября, ой, 15 апреля и закрывается 15 октября. Вот аренда получается то, что инвестор, если он, скажем там, три недели в году использует сам, остальное время сдает в аренду. В месяц 9 тысяч долларов. То есть мы говорим о 40 тысячах только за летние месяцы, а с прошлого года он стал круглогодичный. И то есть вот это проект, который вроде как не сильно дорожающий, но шикарный кэш-флоу, и плюс это очень удобно для тех, кто там любит месяц в году проводить сам. А зимой так ты можешь и месяц зимой, месяц летом, бесплатно. Вот это, в общем-то, я назвал некоторые, там еще есть проекты, все можно посмотреть на www.newgta.com. Это некоторые проекты, с которых мы работаем сейчас. И 29 числа я приглашаю всех, у нас будет большой онлайн-вебинар. Зарегистрироваться можно также на сайте в разделе семинары. И 29 в 6 часов вечера мы проведем вебинар, расскажем о предстоящих проектах и обсудим некоторые стратегии, которые я считаю, что выгодно использовать сейчас. Алекс, напоследок, что вы посоветуете тем, кто только начинает инвестировать, делает первые шаги? Да. Вот Максим правильно сказал, я люблю кэш-флоу. Я люблю кэш-флоу не просто как кэш-флоу. Кэш-флоу это важный очень механизм. Почему? Во-первых, на кэш-флоу мы живем в будущем, правильно? Но самое важное, кэш-флоу нужно для двух вещей. Первое, чтобы получать финансирование снова и снова, потому что без кэш-флоу вам не будут давать финансирование. И если вы хотите построить хорошее портфолио, банки вас смотрят как на инвестора, только если вы на этом зарабатываете, а не думаете, что он когда-то вырастет. Это первое. Вторая вещь, что в итоге мы зарабатываем все на пришещем. Это не секрет. Самые большие деньги приходят на пришещем. Кэш-флоу это то, что дает вам продержать этот дом как можно дольше. И перекрыть все невозможные вещи, которые могут произойти, и с тенантами проблема, или починки какие-то и прочее, чтобы это не выходило из вашего кармана. Потому что в итоге вы заработаете на пришещем. Почему? Представьте себе, допустим, у вас есть 10 домов. 10 домов, которые выросли просто на 200 тысяч. Я говорю, очень такое консервативное, что это нормально. Это 2 миллиона долларов. Теперь представьте себе, что через какое-то время, пускай даже 10 лет, я специально беру такие большие цифры, вы продали это все. Я даже не говорю о том, что можно рефинансировать и достать деньги. Допустим, продали. Заплатили даже налоги, полмиллиона, полтора миллиона, вы положили под 10 процентов, что спокойно можно, 150 тысяч. Вы сделали себе все финансово независимыми. А представьте себе, если вы не продали, а рефинансировали, достали деньги, положили точно так же под 10 процентов, отдали 3 процента и оставили... То, что нужно делать. Да, оставили дома и оставили свое кэшфлоу и продолжаете дальше расти. Есть просто колоссальные возможности зарабатывать на рынке недвижимости, если делать это правильно. Поэтому приходите, 31 июля, даже приходить не надо, просто нажмите на кнопку на линк Zoom, подсоединитесь и мы вам все об этом расскажем. Сейчас гораздо проще все стало. Все хорошо, спокойно, часик послушайте, а дальше вы посмотрите, какая именно стратегия и как начать начинающему в любом возрасте. Об этом мы именно поговорим. Большое спасибо за такие мотивирующие слова в конце. Спасибо, что были с нами и поделились секретами. Спасибо и вам, что были с нами. Встретимся в следующей передаче. Всего вам самого хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!